Жодных структур, которые персональным врагом Путина. И поэтому я приведу для нас нужные борьбы против каких-либо олигархических систем, против противозакония. Витаем Михаила Виколаевича. Мы обязательно поддерживаем и поддерживаем вас Попушицы, активисты, боятся потому, что не правы. Если бы не фальсифицировали мои подписи, если бы не фальсифицировали анкеты, если бы по беспределам не действовали, то не надо было. А вы думаете, их полиция защитит? Что это? Посмотрите. Ваши аргументы в Могдавичу не нужны, потому что они фальсифицировали, как они фальсифицировали. Голова комиссии в середине администрации президента была звольнена, потому что они это сделали, потому что они не хотели, отримать участие в фальсификации, фальсификации. И взагалі, они, и взагалі, это, он пришел против международного права, потому что, согласно с международным правом, не можно оставить гражданиного письма в Модиатство. Это есть поручение коронавирусов, и это поручение Конституции Украинства. Они поручили все, потому что, ну, он приказал, доказал, и все, и надо было сделать. – Верите, что вы страдали на систему? – Нет, я не верю, но они частые на всей системе. Это не означает, что мы не можем, мы можем приятель, мы можем, мы можем ли, мы не можем, мы можем ли, мы можем ли, право, чтобы все эти люди тоже страждаются. Я же над себя вижу, что это будет система. Система, она, контакт на своей вилле, на абсолютном, на абсолютном, И они для них, для себя, им все можно, а для людей не только беззаконно, а просто беззаконно, в своем виде. И поэтому у них такая система, и я думаю, что для меня было это гарно сажерок, чтобы понимать, с кем мы имеем справа. Это наши вкусы, а в Украине тримаем. Все здравомышлящие украинцы с вами. Да, двое, изи, удачи вам, удачи. Слава, герои. А что, не пускают? Фашистки не пускают. А в чому? Это фашистский режим. Не пропускают в Уссури, депутат. Это фашистский режим. Люди боятся людей. Нахаливался, качли. Не пускают. Может, вас тоже не пускают. Может, не пускают. Слава, это конца. Михаил, мы с вами с вами с вами с вами. Слава, это конца. Никогда не придет. Никогда не придет. Спасибо. Давайте, открывайте, что вы там. Я уже записывала. Пропостите, пожалуйста. Документы, патроны. Пройдите, пожалуйста. Как это дело происходило? Президент Порошенко, когда я был в отъезде из страны, то есть сначала он мне прекратил, что лишит гражданство, если я не замолчу. Я не замолчал. Потом у меня была поездка в Соединенные Штаты. И в это время, как только я выехал, через день или два, президент Порошенко, значит, приказал поменять состав комиссии по гражданству. Туда добавили трех новых людей, в том числе зама главы СБУ по фамилии Каноненко. А глава женщина, которая отвечала за дела гражданства в администрации президента, на втором этаже есть у них такой департамент, была уволена. Была уволена. И в комиссию по гражданству было добавлено несколько новых людей. После чего, они собрались, сказали, что я нарушил. Нарушил. Когда составлял анкету, я неправильно указал данные. и депутат Ариев опубликовал эту анкету. Это депутат БПП. Здесь есть моя подпись, которая не моя подпись. Это очень легко проверить и очень легко доказаться. То есть в администрации президента открыто занимается фальсификацией документов. Потому что эти анкеты лежали в администрации президента. Какой президент, такой уровень фальсификации, очень наглые открыли. Дело в подписи? Да, они говорят, это анкета, не анкета. Я даю справку, да, у него есть английский граждан? Нет. Англичане не знают, у меня нет. А английской части нет? Да. Поэтому вот в такой ситуации, все сфальсифицировали, все сделали, как всегда, быстро и некачественно, даже свою фальсификацию. И в результате, конечно, у меня есть полное право вернуть это гражданство. В результате, как только я приехал, я подал в суд, и суд все время откладывался до сегодняшнего дня. Более того, мы затребовали копию указа. Мы поняли, насколько несправедлива украинская судебная система. Ее практически нет. Эти суди, 99% из них просто номинальная суть. Эти прокуроры и другие, это никакие не независимые органы. Это все продолжение организованной преступной группировки. И любой человек, который попадает в их руки, это жертва, это организованная криминальная группировка. Это в глазах. Мы разбили все аргументы. Они выглядят как полные идиоты. Они супер непрофессиональны. Профессиональность им не нужна. Главное, что судья знает, что его могут уволить, его могут посадить тоже, потому что он тоже коррумпирован. Поэтому все, что угодно, он и подпишет. А судья Цокол, которая все правильно написала, ее практически отстранили. Больше тут ничего нет. Нет дела. Нет, чем судить. Что судить, что кто-то в мире поверит, что 27-летний свергал украинскую власть? Если свергал, почему ее до сих пор не свергнули, если она такая слабая, что любой 27-летний может... А пока суд отошел... Я извиняюсь. Пока суд ушел, я просто хочу понять еще раз, поскольку есть пресса, и поскольку часть из них будет все-таки освещать то, почему мы тут собрались. Я хочу просто объяснить, чего мы тут добиваемся. Я хочу сказать, почему, во-первых, я стал гражданином Украины. Потому что сейчас вся их пропаганда, несмотря на то, что они все время говорят там, их сторона, убирайся домой, они не учитывают базовых фактов. Я приехал в Украину, когда был совсем еще юным, учиться. И я поступил в Киевский университет. Я проучился пять лет Киевского университета. Закончил его с красным дипломом. Я два года служил на территории Украины в вооруженных силах, в погранвойсках. Из них год в ЧОПе, на западной границе. И где-то чуть меньше года в Барисполе, на КПП. И потом, после учебы, тоже какое-то время я оставался в Украине. Потом уехал в Америку учиться. Но потом все время приезжал. Потом, когда я стал лидером революции РОС, я приехал и вместе с лидерами Первого Майдана, Померанчевая революция. Вместе мы готовили Померанчевую революцию. Вместе, начиная с нашей первой встречи с ними в 2001 году, и потом уже в 2003 году, на ИД, когда мы в течение многих дней сидели вместе с лидерами нашей Украины и проходили все детали, что могло произойти в Украине через год после того, как у нас в Грузии победила революция. Действительно, началась Померанчевая революция. Я уже был президентом Грузии. Я все сделал для того, чтобы ее поддержать. Я работал с грузинскими международными бизнесменами, чтобы ее финансово поддержать. И это действительно дало плоды тогда. Я работал, чтобы пятый канал, вот пятый канал Порошенко, который здесь присутствует. Вот этот микрофон. Вот этот канал... Я заберу. Вот этот канал, его ловили только в центре Киева. Тогда интернета не было, чтобы вы понимали. И мы этот канал сняли с сателлита грузинский общественный вещатель. И поставили этот канал. И его сразу стали мои знакомые в Харькове, в Одессе, во Львове, везде ловить. И он начал принимать все общее распространение. И это очень помогло тогда Померанчевой революции. Поэтому, когда владелец этого канала все делает для того, чтобы сегодня меня не освещали на разных каналах, это по меньшей мере неприлично, непорядочно. Потом я был, естественно, президентом Грузии. Здесь пришел новый власть. Мы очень тесно с ней работали. И я очень благодарен украинцам. Украинцы нам тогда... То есть, во-первых, мы тут... У нас было очень сильное экономическое сотрудничество. Я все сделал для развития отношений Грузии и Украины. Когда я стал президентом Грузии, чтобы вы понимали, был один рейс в неделю Киев-Белиссии. Больше не было авиасообщений между Украиной и Грузией. Когда я закончил президентство, и сейчас уже, минимум 4 или 5 рейсов в день из разных городов Украины в Грузию. Количество украинцев, которые уезжают в Грузию, возросло минимум в 100 раз. Мы заказывали в Украине железнодорожные составы. Мы покупали в Украине оружие, которое нам очень помогло защищаться от агрессии. Украинцы нам очень помогли, в том числе во время полномасштабной уже агрессии в 2008 году. Президент Ющенко приезжал туда, стал с нами на площадь под угрозой бомбардировок. Очень много обычных украинцев нам помогали. И поэтому были эти антисинные связи. Когда я уже не был президентом, начался второй Майдан. Я был в Нью-Йорке, я тогда преподавал в Америке. Я сразу поехал в Варшаву, стал ездить по Европе, собирать первую большую европейскую делегацию на Майдан. Именно тогда мы привезли. Это было в начале декабря 2013 года. Мы привезли первую делегацию. Потом я позвонил сенатору Маккейну, который собирался как раз уезжать в другую страну. Я уговорил его приезжать в Киеву. Приезд тогда был важным первым американским визитом на Майдан. Я ездил с лидером Майдана Мюнхен. После того, как Янукович застал меня покинуть Киев. Потому что я был таким же персоной, но у Януковича, как сейчас у Порошенко. Но тогда уже с Порошенко, с Кличко, с Яценюком мы ездили в Мюнхен. Я помогал мобилизировать миршему общественному мнению ради второго Майдана. Когда Янукович пробежал и Майдан победил, я сразу прилетел в Киев в ту же ночь. И с тех пор я отсюда не ушел. Это к тому, что Ковальянсу Порошенко меня пригласил. Мы вместе сражались и мы вместе здесь были. И после этого они, разные представители украинского власти, обращались к нам за советами. Каха Бендухиди сюда неоднократный приезжал, другие грузинские специалисты. И в какой-то момент их стали назначать украинское правительство. В том числе предложили мне стать первым вице-премьером Украины. Пообщавшись с Яценюком, я понял, что из этого дела ничего не выйдет. И от этого предложения отказался. Но согласился быть советником Порошенко. Наши представители делали новую украинскую патрульную полицию. Экос Булатзе и Хадзе и Каноидзе. Были другие представители правительства. Некоторые из них еще там. Например, замминистр истинств остался. Там замглавы Дабу и так далее. Я участвовал в написании закона национального антикоррупционного бюро Украины. И с самого начала Порошенко предложил мне быть его главой. Потом без этого дела он сам передумал это дело. Поэтому я оставался его советником. До того момента, пока никто уже не соглашался стать главой администрации в Одессе. Потому что в Одессе была сложная ситуация. И я предложил свои услуги. Порошенко с удовольствием согласился. Потому что до этого 5 или 6 кандидатов от этой должности отказались. Все считали, что в Одессе опасно и там все равно ничего не выйдет. И Одесса может пасть. И там еще были конфликты с олигархами. И никто не хотел в это влазить. Поэтому, когда все отказались, я взял и Порошенко это поддержил. С самого начала у нас были хорошие отношения. Потому что он назначил нам прокурора. Он назначил главу полиции. Он дал нам главу таможни назначить. Но потом начались конфликты. Начались конфликты по отношению к вымещам. Они думали, что они все это будут назначать для пиара. Но все будет продолжаться как обычно. Они думали, что Одесская таможня каждый месяц при Януковиче, при других и при этой администрации доставляла в Киев несколько миллионов долларов. Котипки в виде взяток. Доли каждый месяц. Они назначили марушевскую новую команду. И естественно деньги перестали приходить. Они не поняли, что происходит. И были очень рассержены этим фактом. Плюс они поддержали местного сепаратиста Круханова в борьбе против меня. Мера Одессы. Поэтому ситуация напрягалась. Они сняли сапарелите. Они забрали функцию уловки по имте. Они всячески щемили марушевскую. В какой-то момент, после того, как я сел в палатку, заставил их выделить деньги на Одессу Рени. И эта дорога построена сейчас. Хотя после меня она обошлась во много раз дороже, чем при мне она обходилась. Это понятно почему. Ну, в октябре, в конце октября я решил, я для себя решил, что я туда ухожу. И ушел в отставку. Кстати, до того, как уйти в отставку, президент уговаривал меня остаться на госслужбе. И предлагал мне стать послом. То ли сначала в Нидерландах, а потом в Юго-Восточной Азии. То есть подальше от Украины. Тогда у него не было проблемы с моей анкетой про гражданство. Значит, после того, как я ушел в отставку, я начал критиковать. И у них начались с нами проблемы. Сначала нашу партию Рух Новых Сил. Оказалось, что зарегистрировали параллельно какую-то партию. Нашли человека по фамилии Сушко, который живет на Аболоне. Молодой парень, пивущий, как соседи сказали. Они назвали его Михаила Саакашвили. Министерство юстиции поменял ему фамилию в течение одного дня. И партию, новый блок Михаила Саакашвили зарегистрировали на него в течение недели. Это при том, что друг Новых Сил 6 месяцев до этого старался по всем регионам сделать свою регистрацию. И это у нас не выходило. Они за неделю зарегистрировали на этого человека со всеми подписями. Мы проверили все подписи, там нет ни одной правильной подписи. Мы походили по людям, мы поспрашивали, никто не подписывал из этих 10 тысяч. То есть чистая фальсификация. Эти люди играют в наперстки. Они сфальсифицировали нашу партию. Потом они взялись за моё гражданство. Как вы знаете, я уехал в Соединенные Штаты. И представитель президента, естественно, по заданию президента, по той процедуре, как я описывал, за 10 минут лишили меня гражданство. Когда я возбудился, они опубликовали анкету, которая полностью сфальсифицирована. И это очень легко доказать. Опять другая фальсификация. Как вы знаете, была сфальсифицирована и моя голова на туловище Януковича, когда у меня был первый конфликт с собаком, это было на сайте им. Как уже доказано, в том числе на прошлом суде, сфальсифицировали и смонтировали и мой телефонный разговор. Эти люди не могут не фальсифицировать. Они никак не могут ни красть, ни врать, ни лгать, ни водить людей за нос. Они не могут не фальсифицировать. Они всё время всё фальсифицируют. Причём их очень легко словить на этой фальсификации. Вот прекрасный пример, моя большая подпись на анкете. Но интересно, что ещё, чем они всё это время занимались? После того, как меня лишили гражданства, я оставался постоянно жителем Украины. Естественно, потому что у меня нет статуса ни в одной и другой стране. Меня не могли лишить гражданства по международному праву. Потому что это запрещено по конвенции по избежению двойного гражданства. То есть, например, людей без гражданства. Конвенция 1961 года Совета Европы. По этой конвенции, которая имеет верховную силу в Украине, меня гражданству лишить невозможно. По Конституции Украины меня гражданству лишить невозможно. И закон, который под законные акты, они противоречат Конституции Украины. Они всё это проигнорировали. Сделали эту процедуру через фальсификацию за несколько минут. И, кстати, мы требуем, чтобы привели эту женщину, которая отказалась подписывать с администрации президента. Её уволили за день до этого. И я оказался за границей. Я приехал, я стал проверить мои документы. Они вместо того, чтобы проверить документы, сначала задержали поезд, потом заминировали пограничный пункт. Нарушили все законы. И когда объявили минирование, люди поступили правильно. Эвакуировали всех с пограничного пункта. Это было вполне законно. Поэтому все их разговоры о нарушении прорыва границы полная чушь, рассчитаны на неосведомлённых людей. Потом они начали говорить активно про мою экстрадицию в Грузию. Я хочу показать, как менялась их позиция по мне. Пока я их не критиковал. Луценко, глава фракции, заявляет в 2015 году. Луценко про можливости выдачи с Акашилию Грузии. Украина своих грамадян наведает. Это первое заявление. Порошенко перепроверили информацию, что Украина отказала Грузии в экстрадиции с Акашилию. Это действительно так. Украина написала на пяти страницах заявление, почему меня нельзя экстрадиовать Грузию, потому что это политическое преследование. Потом, как только у нас возник серьёзный конфликт, то он резко менялся. Президент Порошенко в июне 2017 года. Я взагалин не знаю, что с Акашилию работать в Украине. И потом уже министр юстиции недавно. Все процедуры моей экстрадиции заканчиваются. Все его экстрадиции занимаются. То есть, эти люди или думают, что бумага всё стерпит, или думают, что у нас массовый склероз, и мы не заметим, что как меняются их позиции от месяца в месяц, с дня на день. В зависимости от того, что их тогда устраивает больше всего. Поэтому, вот так с такими людьми мы играем и имеем дело. Когда я взял украинское гражданство, я это сделал самостоятельно. Меня лишили грузинского гражданства. Гражданство страны, которое я вместе с друзьями создал и старательным как государство. Это был очень тяжёлый выбор для меня. И это был выбор про диктовый, что вы понимаете. Я горжусь тем, что я грузин. Я никогда не отказываюсь от того, что я грузин. Я никогда не предавал Грузию. Я очень горжусь Грузии, которую вы построили. Просто точно знаю, что не будет Украины, не будет украинское государство, не будет Украины, которая непобедима и вообще не остается ни Грузии, никого другого вокруг. Поэтому, будучи в Украине, естественно, я защищаю Грузию. Будучи в Украине, я защищаю страну Украину, которую я очень люблю. Потому что уже 13 лет своей жизни практически я провёл в Украине. Моя жизнь так же сильно связана с Украиной, как с Грузией. Деятельность все эти годы. И это не украинское гражданство, это не сувенир. Это не переходной какой-нибудь значок, который Морошенко может дать и Морошенко может добрать. Это реально, во-первых, правовой акт. Во-вторых, с моей стороны, это акт этический, это акт моральный, это акт абсолютно свободный. Для того, чтобы вы понимаете, что я тут не для того, чтобы мне не будет ехать или что делать. Потому что это выбор моего жизни. Это мой свободный крок. Потому что перемога Украины, по-перше, это будет моя особенная перемога, как у каждого из вас. А также это будет, мы таким чином ритуем и Грузию. И мою ритуем Грузию. Тому, нема чему дивоваться, кто дивоватись, кого и кажут. Ну, кто они, с чего Грузии. Извините, пожалуйста. Я приехал в Украину. Морошенко, правда, и родился в Болгороде, который до сих пор очень советское место, на самом деле, если кто бывал в Болгороде. Но всю жизнь прожил в Молдове и Пернестрове. Он приехал в Киев за год до меня, по-моему, за год где-то. Я знал его в институте, и все знали, что я грузин, и все знали, что он молдаванин. Но это так было. И ты не можешь этого отрицать. Прошло время, этот молдаванин сначала дозначил грузиновым украинцам, а потом его лишил градусов. Поэтому не будем говорить, давайте по этничности. Потому что начали записывать, вот сейчас в обвинительных актах по Сафари-Лиде, которому хотят 10 годам приговорить Саакашин, национальность грузин. Как будто это имеет значение. Что мы будем сейчас разбирать национальности нашего премьера, вице-премьера, министра, где большая часть Верховной Раты? Нет, они открывают не тот ящик Пандоры, в который нельзя залезать. Нельзя на эти вещи играть. Тем более Порошенко не надо на это играть. Кройсману не надо на это играть. Авакову не надо на это играть. Они, по-моему, вообще утратили вести самосохранительность. Не надо играть на этнических и национальных вопросах. Во-первых, это не характерно украинцам. Я был в Запорожках Шичи, там основателем был поляк, последним гетманом был Чех. Там были французы, чернокожие с Африки, грузины, разные атаманы и гетманы. В Украине все разные этнические группы живут. Украине очень опасно играть на темы. И тем более этим не надо играть на эти темы. Не надо играть на моем грузинстве. Потому что они такое зайдут, где им мало не покажется. И я не понимаю, почему они... То, что они ходят в вышибанки, это не значит, что они любят Украину. Украину любить это не красть, не обманывать, не фальсифицировать, не обирать своих граждан. Вот и вся есть любовь Украины. Поэтому те люди, которые крадут, для меня они не защищают Украину. Они не могут быть патриотом Украины. Я имею полное право заявлять, что я люблю Украину так же, как каждый из вас. Гораздо больше, чем любой из них. У них есть свои дома-модели. Где-то там Канах, там до Мальдивы они ездят. Они, для них родина там, где и в банковский счет. А у меня банковские счета были только в Украине. И то сейчас у меня доступа нет, потому что в Ростанске. Ну и это можете перепроверить тысячи раз. Все искали, не нашли. Потому что я там, где есть. И реально боялись, что вы понимали. Моя мама строила последний год, ну, пыталась построить. Одно-этажный, трехкомнатный дом под Киевом. И, ну, к августа строила, потом забросила, потому что там, вы знаете, что такое строительство. И они вчера устроили там акцию, что типа вот эти врут. Суны и крадуты. Так что мы победим. И все равно у нас все получится. По любовь. Спасибо. 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 Спасибо.